Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем гастро-канале Сладкий Персик. Я получила от вас очень много вопросов в комментариях по поводу своего электрогриля, поэтому сегодня хочу на них ответить. Мы решили снять видео, чтобы ответы были видны не только авторам вопроса, но и всем зрителям. Напомню, что у меня вот такой электрогриль Brown MultiGrill 9 Pro. Ссылку на него оставила в описании к видео, и там же есть промокод на скидку. BrownPersic. И первый вопрос как раз про промокод. А до какого числа промокод действителен? Это мой личный промокод, и он действует, пока я являюсь амбассадором бренда, и не только на гриль, но и на другие товары. Поэтому лучше всего переходите по ссылке из описания на сайт, вводите промокод в корзине и смотрите, какая получилась скидка. Второй вопрос. В чем смысл готовки в открытом виде? Чем он тогда отличается от обычной сковороды? Очень хороший вопрос на самом деле, потому что многие думают, что на гриле нужно готовить только в закрытом виде. Но на самом деле большинство блюд сам производитель рекомендует готовить в открытом виде. В чем же тогда смысл? Ну, во-первых, вы можете готовить на гриле там, где у вас нет плиты. Во-вторых, у него лучше и равномернее нагрев, чем на обычной сковороде, плюс он очень умный. Поэтому стейки, например, из мяса или рыбы, которые мы готовим на открытом гриле, получаются намного сочнее и вкуснее, чем на сковородке. В этом гриле, например, есть таймер, контроль температуры, термощуп. А нагревательные элементы встроены в сами вот эти вот пластины, поэтому они нагреваются равномерно, и прожарка становится тоже равномерной и хорошей. Ну и времени уходит меньше, если сравнивать с плитой. Следующий вопрос. В этой модели можно температуру разную выставлять? Для каждой панели свою? Да, для каждой панели можно выставлять свою разную температуру, если, например, вы готовите на правой и на левой плите разные блюда. Или, например, можно включить только одну панель, а вторая останется холодной, если у вас блюда не так много, и вы готовите только на одной плите. Вопрос номер четыре. Планирую купить, но меня не отпускает вопрос. А как быть с запахами в квартире? Вытяжка у нас слабая даже для плиты. Тоже классный вопрос. Мы сами живем в квартире студии, поэтому я вас прекрасно понимаю. Вообще, я хочу сказать, что по моим наблюдениям, разницы по интенсивности запаха нет, что вы готовите на гриле или просто жарите на плите. И даже, наверное, на гриле запахи не такие вредные, то есть дым не такой вредный, потому что для гриля мы обычно используем минимальное количество масла, а на сковородку масло все-таки льем побольше. Мы обычно делаем так. Небольшой лайфхак. Сразу включаем вытяжку на кухне и открываем окно. Еще, кстати, хорошо помогает очиститель воздуха. Если у вас по каким-то причинам нет возможности поменять вытяжку на более мощную, можно просто купить очиститель или мойку воздуха. Вопрос пятый. Очень часто приходят вот такие комментарии. Скажите, пожалуйста, это гриль-аналог Делонги, и это никакой не Браун, это Делонги. Я на эти комментарии уже ответила, сейчас я вам прочту. Компания Браун входит в группы Делонги Групп, поэтому теперь Браун делает эти грили, потому что они специализируются как раз на технике для дома и кухни. То есть это, по сути, одно и то же. И некоторые комментаторы тоже в курсе, и спасибо вам большое, что дополняете мои ответы. Следующий вопрос. Какой размер пластин? Сколько на сколько сантиметров? Мы специально взяли рулетку и измерили. Размер пластин 36,5 на 22 сантиметра. Седьмой вопрос как раз очень логичен после этого. А если для одного человека 6 яиц больше, можно приготовить? Не растекутся? Нет, 6 яиц даже больше, уместится прекрасно. Пластины очень большие, поэтому яиц хватит на всю семью. А если готовить одновременно на двух пластинах, можно приготовить яичницу и сразу на две семьи. Вопрос восьмой. Это скорее не вопрос, а дополнение. Очень важно. После окончания таймера гриль не выключается. Он просто уведомляет о прошедшем времени. Да, все верно. Благодарю вас за дополнение к нашему обзору. Если вы устанавливаете на гриле таймер, спустя нужное время он издаст звуковой сигнал. Потом вы можете посмотреть на степень готовности блюда и решить, вы его дальше продолжаете готовить или пора его снимать с плиты и гриль выключать. Вопрос девятый. Главный подводный камень, что занимает очень много места он? Грустный смайлик. Я отвечу так. Конечно, любая кухонная техника занимает какое-то место на кухне. Но ведь она наша помощница. Она помогает нам экономить время, силы и готовить вкуснейшие блюда. У меня на кухне стоит блендер, пароварка, тостер и чайник. Это то, чем я пользуюсь практически ежедневно. А так как на гриле мы готовим 2-3 раза в неделю, а место на кухне тоже уже закончилось, мы его храним вот так, на полке, на стеллаже. И приносим на кухню только, когда собираемся на нем готовить, когда он нужен. И это очень удобно. В идеале, конечно, иметь большую кухню и продумать в ней место под всю кухонную технику. Но на самом деле решение можно найти даже с небольшой кухонькой. Десятый вопрос. Я так понял, у гриля уклон панелей в сторону сборника масла. Яшнице лучше в формочке жарить, а то белок стремится утечь у маслосборника. Ну, это не совсем так. Уклон у панелей, конечно, есть небольшой, но по ним стекает только масло и жир. А яйца и тесто остаются на месте. Так что не переживайте по этому поводу. Еще один популярный вопрос, который я часто вижу в комментариях. И это вопрос про приложение. Приложение называется Brown Cooking. На самом деле готовить на гриле можно и без приложения, если вы не можете его скачать или вам просто лень. Но в приложении можно подсмотреть, например, какой-то интересный рецепт или посмотреть температуру, если вы забыли, на какой температуре нужно жарить конкретные продукты. И напоследок хочу вам показать вот эти комментарии. Большое вам спасибо, что пишете отзывы. Я очень рада, что вам нравятся наши обзоры. Я стараюсь быть полезной. Если у вас есть еще какие-то вопросы по этому грилю или по другой технике для дома и кухни Brown, пишите ваши вопросы в комментариях. И не забывайте про промокод на скидку. Он и ссылка на гриле в описании к видео. Пока-пока.